Как обманывать брокеры в Тинеков Инвестиции? Это очень опасно, вам нужно об этом знать. Всем привет, меня зовут Макс Риск. Тинеков Банк это русский брокерский счет. Бывают обманщики очень много, поэтому, чтобы вы не попались на них, первое дело, вам нужно выбрать правильного брокера, где рекомендуют. Если вы знаете человека, у которого есть счет из РФ, то пообщайтесь с ним, он даст ответ. А я вам смогу рассказать, если вы из Украины, то если пали сюда, то знаете, что Тинеков Банк, то как-то по мне инвестиции в него только из РФ, кто из РФ. Но для украинцев тоже можно, если у вас есть номер русский, да, или Альфа Банк, будет похоже на Тинеков Банк, но только другое, инвестиционный. Какой-то банк, именно по бирже, про акции. Наша цель, наверное, ролика «Покупка акций». Напиши, зачем тогда ты зашел сюда, вот именно. Это будет, наверное, самое интересное. И как же не попасться в ловушку Тинеков Инвестиций? Чтоб не попасть, вроде бы первое, я бы рассказал. Второе. Есть там безопасности, но это для аккаунта. А когда вы берете брокерский счет? Ну, в принципе, расскажу вам, как защититься. Включаете двухмерную активацию. Она там есть, как по мне, должна быть. В фото-маркете есть приложение «Защита». Нажимаете «Скачать» ее. Скачиваете там активацию. Я там храню, как же самое, в состальных сетях и YouTube-каналах. Может, уже этот, то это тоже. Поэтому лайк, подписка на мой YouTube-канал, и мы продолжим с следующими роликами. Так, тема новая. Как действуют мошенники? Они сначала выжидают, когда вы выберете сам их. Поэтому, для того, чтобы не попасть в них ловушку, встретим много видеороликов на тему инвестиций в Тиняков банк. У меня там есть тоже пара роликов. В принципе, они полезные. А сейчас какой-то новый формат. Прошло буквально четыре месяца. Идеи у меня закончились, поэтому я снимаю с чужой идеи. Ну, чем быстрее, тем лучше, а то у меня и реальные идеи закончились. Если у вас есть идеи, присылайте, чтобы было легче мне и вам. А то какие-то чужие темы, нам нужно их выучить еще. О, кстати, я еще не трогаю тему про, как называется, хакеров, программистов. Вот эту мы тему еще не трогали. Напишите мне в комментариях, я расскажу, как они работают, на чем зарабатывают. Должно быть интересно. Они связаны с своей инвестицией. Очень сильно связаны с покупкой криптовалют, заработок в интернете. Но они бывают на кого-то, работают в какой-то огромной компании, например. Там пишешь YouTube, Google, Chrome и так дальше. Посылайте идеи. С вами был Макс Риск. Всем удачи и пока. Ой, хай буду Максом Праймом. Всем пока.